Google.ru, окей, Mi Band 3, обзор. Обзор Xiaomi Mi Band 3, когда-то станет лучшим. Mi Band 3, главный хит сезона, новый бестселлер среди браслетов. Почему-то хвалят этот браслет, а мне откровенно непонятно почему. Приветствую, друзья, меня зовут Илья, и мы наконец-то вовсю заняты переездом. Вот мы уже в новом помещении, правда, это не съемочное и вообще-то стихийное пространство для съемки, поэтому прошу простить нас за небольшое присутствующее здесь эхо. Вообще, я искренне люблю компанию Xiaomi и практически всю ее продукцию. Вы в этом можете убедиться, посмотрев, ну, хотя бы парочку выпусков рубрики Алиэкспресс Головного Мозга, где я просто с трепетом и благоговением открываю коробки этого китайского бренда. Но вот в конце мая случилось нечто, что заставило меня задавать самому себе вопросы из-за разряда «Чё, как?» Все дело в том, что, во-первых, Xiaomi, которая не особо-то отличалась когда-либо оригинальностью, полностью, целиком и полностью скопировал iPhone. А не Модзи, дизайн, ну, единственное, что сделало, конечно, Explorer Edition с как будто бы прозрачной задней крышкой, но это все ситуацию не спасло. Впрочем, помимо Mi 8-х показали и третье поколение всенародно любимых фитнес-трекеров Mi Band. В 2014-м показали первое, в 2016-м второе поколение и в 2018-м третье, вот оно у меня уже на руке. Сегодня в этом ролике хочу с вами поделиться своими мыслишками относительно этого очень недорогого, прямо скажем, продукта и вместе подумать, нужно ли оно нам вообще или есть альтернативы. Но прежде чем перейдем к третьему Mi Band, хочу вам рассказать об одной офигенной штуке. Бесплатной. Ребята из Skillbox, лидера в сфере дистанционного образования, устраивают пятидневный онлайн интенсив по графическому дизайну, где вам в голову вкинут просто тонну информации о том, как правильно работать с рекламной графикой и по итогу этого курса вы сможете создать какую-то собственную обложку для книги, журнала, картинку для поста в вашей группе ВКонтакте в конце концов. Skillbox предлагает реально полезную информацию, которую затем вы сможете использовать не только в профессиональном графическом дизайне, если решите пойти по этой стезе, но и в принципе в жизни. Для обработки фотографий, например, для Инстаграма. Тени, блики, рефлексы, освещение в кадре, расположение, композиция предметов и прочее-прочее, все это вам объяснят и расскажут, как с этим правильно работать и сделать так, чтобы изображение, созданное вами, было действительно крутым. Skillbox, ссылка в описании, бесплатно образовывайся. Окей, Mi Band 3. Если вы прошедшие 4 года были где-то в бессознательном состоянии, в коме, ну, не в смысле в республике, а в коме медицинской, или просто не следили за новостями и не знаете, что такое Mi Band, расскажу очень кратко и просто. Это фитнес-трекер, который ежедневно считает количество ваших шагов, уведомляет о входящих вызовах и каких-то других событиях из приложений и, в общем-то, следит за сном, в остальном они больше ничего не умеют. Со вторым поколением добавили датчик сердцебиения и полезность этого браслета выросла многократно. В третьем поколении добавили NFC для совершения бесконтактных платежей, ровно так же, как в этом можно делать с Apple Watch, но подождите радоваться. Эта модель еще даже не на рынке и раньше осени ее ждать не стоит. И более того, пока доподлинно неизвестно, будет ли она поддерживать Google Play, потому что Mi Pay в нашей стране как-то не очень работает. Ну, то есть вообще никак. Ну и водонепроницаемость. Если у второго Mi Band была просто влагозащита и с ним можно было гулять под дождем, то с этим браслетом третьего поколения теперь можно свободно плавать и не переживать, что влага попадет внутрь и он перестанет работать. В общем-то, никаких ключевых изменений нет. Улучшили то, что нужно было улучшить, увеличили в размерах сам браслет и сам дисплей, оставили примерно то же монструозное время работы до 20 дней от одной зарядки. И это, мне кажется, неплохо, потому что Apple Watch я, например, заряжаю раз в два дня. Было бы круто заряжать их раз в 20 дней. Mi Band стал выглядеть откровенно дороже, это хорошо. Он глянцевый, он вырос в размерах, дисплей стал побольше. Все это, с одной стороны, здорово, с другой стороны, ну, как-то непрактично, потому что после первого же удара об кирпичный угол стены он покроется царапинами или вовсе разобьется. Я вот, например, часами колочусь вообще обо все, что будет с Mi Band, я боюсь представить. Глянцевый, непрактично. И цена. Его сейчас можно на Алиэкспрессе купить примерно за 2300 рублей. За эти деньги вы получаете все вышеперечисленные функции. Кроме одной, очень важный, браслет ни черта не понимает по-русски. И очень плохо отображает кириллицу. Во-первых, само меню на китайском языке, и с ним еще более-менее можно разобраться, но уродливые кириллические символы, которые располагаются примерно по три штуки на строке, портят все ощущение от использования браслета. Кажется, что это какая-то китайская хрень. Устройство многофункциональное и, на самом деле, полезное, потому что отслеживать свою активность в течение дня и затем анализировать эту информацию для того, чтобы жить более здоровой жизнью, это круто и это действительно важно. Но отсутствие русской локализации сводит просто на нет все плюсы этого устройства. Возможно, когда-нибудь появится какая-то сторонняя прошивка с нормальным русским языком или же вообще международная от непосредственно Xiaomi. Но конкретно на сегодня, 14 июня 2018 года, Mi Band 3 выглядит просто как, ну, какая-то бестолковая фигня, которой невозможно пользоваться на 100% из-за того, что она не понимает русский язык. К сожалению, мне приходится это говорить, потому что, повторюсь, я очень люблю Xiaomi, но на данный момент не вижу никаких поводов для щенячьего восторга относительно этого устройства, особенно учитывая то, что на нашем же рынке представлены неплохие аналоги, например, Honor Band 3, который имеет абсолютно то же самое, и в официальной российской рознице стоит 3000 рублей, но его можно найти гораздо дешевле, даже дешевле, чем сам Mi Band. В общем, не то, чтобы я был прям разочарован, но есть у меня претензии еще ко второму Mi Band, например, очень медленная реакция на взмах руки для того, чтобы посмотреть на время, потому что на Apple Watch она раза в три быстрее, но, впрочем, Apple Watch-то, конечно, и подороже, я это все понимаю, но если вы делаете эту функцию, делайте так, чтобы она работала хорошо. Хорошо, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу третьего Mi Band, который стал уже больше как смарт-часы за счет большого дисплея и вообще держит батарейку долго, а русский язык не понимает, вот это обидно. Жду вас в комментариях, подписывайтесь на наш канал и до встречи здесь, на YouTube. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok